Всем привет, друзья! С вами Полина, и сегодня я захотела поделиться с вами коллекцией книг, моих научно-популярных книг о Древней Греции и Древнем Риме. Я очень люблю этот исторический промежуток времени, потому что эта культура повлияла в дальнейшем на общемировую культуру, особенно, конечно, на европейскую, эллинизация настигла всех. Нужно отметить, что культура Древней Греции, Древнего Рима, она ходит свое отражение и в литературе, и в художественных произведениях, и в архитектуре. Поэтому то влияние, которое она оказала на общемировую какую-то культуру действительно, оно огромное. И этот период истории мне очень нравится, мне очень близко та эстетика, то, наверное, состояние духа человека. И я хочу поближе с ним познакомиться, и поэтому вскупаю постоянно книги, не только художественные произведения, сюжет которых проходит в данном историческом периоде, но также еще и научно-популярные произведения. И сегодня я хочу рассказать вам именно о коллекции моих научно-популярных книг. Тут будет не только о истории, но также о философии, о той самой эстетике, о мифах и о каких-то, может быть, знаменитых личностях эпохи. Поэтому приступим, я обязательно буду ждать ваши комментарии. Мне очень интересно, что вы можете посоветовать, что вы из этого читали, и вообще, любите ли вы историю Древней Греции, Древнего Рима, так как люблю ее я. Это очень интересный такой момент, поэтому обязательно делитесь в комментариях. И начнем мы с вами с произведения, которое выпало мне в моем великом рандоме. Это Фридс Шахермайер, австрийский писатель, австрийский историк, антиковед, очень знаменитый, и его произведение историческое Александр Македонский. Вообще, нужно отметить, что Шахермайер как раз прославился своими трудами, своими исследованиями об Александре Македонском. Мне очень хочется узнать об этой личности, об этом человеке, потому что такая, наверное, очень знаменитая фигура в истории этого периода. И человек, который огромные территории завоевал, который принес много изменений в жизни огромного количества людей, окружал себя тоже интересными людьми. И мне очень хочется побольше узнать не только про, конечно, самого Александра Македонского, но и про исторический период, в который он жил. И эта книга должна ответить мне на этот вопрос. Нужно отметить, что ответственный редактор, тут Александра Александровна Нейхарт, которая сама является отечественным антиковедом, исследователем и доктором исторических наук. О ней мы поговорим немножечко позже. То есть эта книга должна быть еще отлично отредактирована. Я очень многого от нее жду. Тут замечательные карты на разворотах. Нужно вам обязательно их показать, пожалуйста. И нужно отметить, что тут помимо, конечно, становления личности самого Александра Македонского, будет рассказываться и о Македонии как стране. Это тоже достаточно занятно. Я немного, на самом деле, знаю про Македонию. Можно сказать, ничего. Какой у нее был общественно-политический строй. Как она подверглась эллинизации. Также тут интересно рассказывается, тут целая глава есть, посвященная родителям. То есть Филиппу и Олимпиаде. И интересно будет посмотреть, какая из себя была Олимпиада в реальной жизни. То есть на основании каких-то исторических документов. А не как ее представили, например, в фильме Александра. Ее исполняла там, роль ее исполняла Джолина Джоли. И это достаточно такой яркий был персонаж. И вот интересно, была ли она такой в действительности. Но также тут будет рассказываться про детство Александра Македонского. Про его юность, про его конфронтации с отцом. В дальнейшем про походы, про его друзей. И это должно быть очень интересно. Также будет рассказываться про то, как была построена империя. Как в дальнейшем она, к сожалению, развалилась. Что этому поспособствовало. Как мне кажется, наверное, вся эта империя держалась чисто на личности Александра Македонского. И когда его не стало, она вот началась разваливаться, потому что другого такого великого человека, чтобы подхватить это, не нашлось. И, наверное, не было такого аппарата государственного, чтобы за всем этим следить, который бы работал хорошо и был налажен. Ну, посмотрим. Об этом нам расскажет Шагер Майер в этой книге. Она у меня запланирована на этот год. Я буду обязательно ее читать. У меня много, если честно, ожиданий. И, как мне кажется, книга написана достаточно простым языком. Все понятно. Нет огромного какого-то обилия исторических терминов или каких-то сложных конструкций грамматических. Я думаю, что я с ней справлюсь. И она должна мне понравиться. Следом как раз идет книга «Легенда и сказания Древней Греции и Древнего Рима». Это книга, которая сопровождала меня на протяжении всего моего детства. Я очень много ее читала. Единственное, что я, конечно, большую часть, наверное, своего знакомства и больше времени уделяла исследованию именно богов и героев. И очень мало читала остальное, что здесь представлено. Составитель этого сборника и является как раз Александра Александровна Нейхард. Как я и говорила, очень знаменитый антиковед, доктор исторических наук. Она очень много исследовала и переводила античные тексты. И здесь, кстати, она использовала в своей работе множество произведений. Это Гомер, Гесиот, Еврипид, Плутар, Хавидий, Вергилий и многие другие. То есть достаточно большая база у нее была античных текстов и античных авторов. И она вот делает такой пересказ этих мифов. Это должно быть очень интересно. Конечно, здесь рассказывается про богов, про какие-то их особенности, про личные качества. Может быть, про внешний вид и как себе их представляли древние греки. Также рассказывается про героев, про их героические подвиги, непосредственно, почему они стали героями. И еще очень интересен древнегреческий эпос. То есть тут все, в принципе, известные нам по произведениям литературным, кинематографическим и, может быть, не знаю, что еще архитектурным герои. Это Аргонавты, Троянский цикл, Одиссея, есть еще Фиванский цикл, про которого я вообще ничего не знаю. Это Еврипид, главный герой, видимо, этого цикла. Вот как раз, наверное, нужно все эти пробелы закрывать и перечитывать на Эйхард. Ну и небольшая часть, конечно, меньше. Это боги-герои Древнего Рима. Мы с вами знаем, что Рим, в принципе, перенял большую часть пантеона древнегреческих богов. По-другому они были названы. Но у них также были древние итальйские боги, с которыми мне бы хотелось познакомиться, и которых я знаю немного. Это должно быть интересно. Книга в целом очень хорошая. Есть сейчас множество альтернатив, конечно. Одной из них является, например, произведение Стивена Фрая, которое сейчас выходит. Это были боги, герои и как раз Троянская война. Это очень интересные книги должны быть. Они хорошо рассказала в своем видео Алина с канала «Читать нельзя отжигать». Она меня очень заинтересовала этими книгами, но пока я себе их не приобрела. Потому что, наверное, нужно сначала эту книгу перечитать. Но здесь, скорее всего, будет некая цензура, потому что это все-таки советское издание. А вот в новом переложении от Стивена Фрая там будет меньше цензуры. Больше насилия, больше крови, наверное, больше, может, каких-то сексуальных сцен. Тут более детское переложение мифов. Нужно их хотя бы перечитать, чтобы все отсылки в литературе я понимала. Следом идет целый блог произведений из серии «Азбука классика нонфикшн». Мне эта серия очень нравится. Если вы хотите поподробнее о ней узнать, было видео и прям про эту серию, я оставлю вам ссылки. Также, когда я начинала рассказывать про свои книжные полки, в первую очередь я рассказывала вам про эту серию, потому что это, наверное, первая книжная полка как раз, которая у меня на другом стеллаже находится. И в данном случае я буду рассказывать вам про те книги, которые, наверное, раскрывают нашу сегодняшнюю тему. То есть это история Древней Греции, Древнего Рима. И начнем мы с Лосева и его истории античной эстетики. Вот, пожалуйста, от Гомера до Прокла. Алексей Лосев — это очень знаменитый филолог, писатель, философ. И он как раз прославился своей вот этой историей античной эстетики. Это огромное произведение. Оно выходило, по-моему, в восьми томах. То есть это очень большой труд, где он исследует вот ту самую античную эстетику. Но в дальнейшем он сам сократил этот текст для того, чтобы мы могли с ним быстро, наверное, ознакомиться. И можно сказать, то есть если восемь томов уместилось в такую маленькую тоненькую книжечку, это будет действительно как-то тезисно очень. То есть переложение этого его труда очень сжато, очень тезисно и без, наверное, каких-то отвлечений и вот этих рассуждений, которые часто в философские тексты включены. Я вообще очень интересуюсь античной эстетикой. Мне кажется, она непосредственно связана с философией античной, с которой мне тоже очень хочется познакомиться. Но я очень мало об этом знаю. Вообще нужно разобраться, что такое эстетика, наверное, для начала. По самому автору эстетика, я вам даже зачитаю, потому что я себе выписала, это что-то выразительное. То есть это внутренний смысл, который выражает себя вовне. И это показалось мне очень интересным. Мне думается, что здесь будет рассказывать нам автор о том, как менялось представление самих древних греков о мире, о себе. И это должно быть очень увлекательно и интересно. Тут есть такой, например, абзац. Основным принципом античного понимания всей эстетической области является очеловечивание природы и вместе с тем отсутствие очеловечивания человеческого общества. Это должно быть интересно, потому что мысли здесь как-то перекликаются с моими нынешними мыслями. Я сейчас как-то чаще рассуждаю, наверное, о месте человека в обществе. Мне очень интересно читать про книги, где нам раскрывается какая-то ментальность человека из другого времени. Очень сильно поменялось представление людей о себе, как мне кажется, и о мире вокруг себя. Поэтому интересно понять, как человек самоощущал себя в другое время абсолютно, в другой исторический период. И вот эта книга отчасти должна, наверное, помочь мне. Следом, как бы в продолжение, идет лекция по античности Мираба Мамардашвили. Это очень знаменитый философ, он доктор философских наук. И когда я рассказывала про эту книгу в прошлый раз, мне сказали, что лекции эти, конечно, достаточно тяжеловесно написаны и достаточно могут быть сложно воспринимаемы человеком без гуманитарного образования. То есть я не историк, не филхософ, не филолог, поэтому может быть сложновато. Но у меня, как и у всех, наверное, людей с высшим образованием, была философия в университете. Это такой базовый предмет, который есть у всех. И у меня он был в том числе. Но философию мы изучали не очень как-то интересно, если честно. Наш преподаватель не позволял нам рассуждать. Это было чисто зазубривание каких-то философских школ. Их отличительных характеристик, которые я уже, если честно, с трудом-то и помню. И надеюсь, что Мирай Памардашвили поможет мне лучше разобраться в этом вопросе. Потому что все-таки это очень знаменитый философ. И он также и преподавал тоже философию, раз читал лекции непосредственно. И мне, например, нравится тоже здесь первый абзац, в первой лекции. Я попытаюсь рассказать историю философии как истории некой единой, хотя и растянувшейся во времени, попытки людей философствовать и посредством философии узнавать о себе и о мире то, чего без философии узнать нельзя. Мы постараемся подойти к этому материалу так, чтобы в нем почувствовать те живые вещи, которые стоят за текстом, из которых, собственно, он и возникает. Надеюсь, это обещание Мирай Памардашвили выполнит на страницах этой книги. И я смогу ознакомиться с какими-то историей философии, с философскими течениями более живым, понятным языком. И как-то, может быть, попытаться перенести их на нынешнюю действительность, на себя, на людей, которые меня окружают. Это будет очень интересно. Во всяком случае, мне хочется побольше узнать о том, как люди самоощущали себя и представляли мир вокруг. Это, мне кажется, сейчас, в данный момент времени, то, что очень-очень меня увлекает и волнует. А тут как раз мне сможет помочь история философии, лекции по философии. Следом идет занимательная Греция Михаила Гаспарова. Вообще, Михаил Гаспаров — это очень знаменитый человек, человек, который тоже изучал античность, очень много занимался популяризацией науки, в том числе и исторической. Он также являлся историком и переводчиком, очень много переводил и античных текстов, и просто других текстов, средневековую поэзию он тоже переводил. В общем, я, конечно, очень многого жду от этого произведения. Это, скорее всего, такая сжатая история Древней Греции, именно научно-популярная для читателя неподготовленного, как мне кажется, даже в каком-то смысле. И начинается все с Греции, становление Греции, греко-персидские войны. Вот про это мне, кстати, очень интересно прочитать. Про Афины, то есть про города-государства будет тоже рассказываться. Также есть целая часть, посвященная Александру Греции, подводит итог. Это должно быть очень интересно, и здесь будут рассказывать какие-то исторические события, но понятным научно-популярным языком. То есть это, по сути, история Греции в таком научно-популярном виде. Буду знакомиться, конечно. Как я поняла, что Гаспаров пишет очень просто, понятно, и очень многие его за это любят, потому что он дарит какое-то понимание сложных вещей людям. Это, мне кажется, вообще талант писать просто о сложных вещах. Следом идет Гай Светони Таранквил и «Жизнь двенадцати цезарей». Я эту книгу читала. Она, в принципе, мне очень понравилась, но я бы, наверное, не рекомендовала вам читать подряд, потому что это достаточно сухой пересказ жизнеописания двенадцати цезарей. Мне постоянно хочется сказать «цезарей», но меня уже исправляли, это неправильно, насколько я помню. Светони вообще был личным секретарем императора Адриана. Вот он рассказывает нам на основании воспоминаний, на основании каких-то исторических документов своих лет о жизни двенадцати цезарей. Вообще это достаточно интересно и было очень увлекательно в каком-то смысле. Он всегда рассказывает нам, он берет, например, одного какого-то правителя, рассказывает нам его общее жизнеописание, то, что он сделал для Рима, про его личную жизнь, а личная жизнь многих правителей была очень странной, очень неоднозначной. И чтобы понять, наверное, и заинтересовать вас, тоже прочитаю вам небольшой фрагмент, который, как мне кажется, очень-очень занятный. Сначала нам рассказывается, конечно же, про Юлия Цезаря, который был, считается, первым императором, который нам подарил такие, наверное, воскресания, как жребий Брошун и Тыбрут. Потом идет Август, который с гордостью заявляет, что Рим кирпичный, потому что очень много на самом деле было строительства в времена правления Августа. Потом Дряхлый Диберий в своем уединении на Капри. Каллигула, который собирается назначить сенатором своего коня. Клавдий и его императрица Миссалина, которая стала синонимом очень развратной женщины. И Нерон, который устроил пожар в Риме, вдохновившись пожаром в Трое. Веспасиан, и его цинические деньги не пахнут. И благородный Тит, который, если не сделал за день ни одного доброго дела, говорил, что, друзья, я потерял день. Ну, есть, конечно, другие императоры, но это было очень интересное чтение, очень расширяющее как-то кругозор, но написано это, конечно, не таким уж веселым языком. Это достаточно такой сухой язык, сухие факты, поэтому будьте к этому готовы. Я бы, конечно, рекомендовала эту книгу читать не подряд прям. А может, допустим, вы читаете историю Древней Греции, историю Древнего Рима, и встречаете там какое-то имя, и можете прочитать про этого императора. Встречаете какое-то имя, можете прочитать. Вот, как кажется, как дополнительная книга к какой-то другой книге, это должно быть очень интересно, потому что сразу куча всяких фактов, которые плохо укладываются в голове. Ну, может быть, просто нужно было читать эту книгу медленнее, может, конспектировать. Далее у меня идет книга Марии Сергеенко «Жизнь Древнего Рима». И здесь как раз очень горячо любимая мной взгляд на историю именно с точки зрения, наверное, не то что обывателя, а с точки зрения обычных вещей, которые нас окружают. Мария Сергеенко — это очень известный филолог советский и переводчица, но прославилась она как раз отчасти вот этими своими научно-популярными книгами про жизнь в Древнем Риме. И начинается все, наверное, прямо с рассказом о Риме, то есть как о городе, где нам рассказывают про все эти знаменитые исторические места, Марсово поле, площади, парки, улицы, форумы, то есть что видели древние римляне, что они посещали, и как это представлялось им, может быть, и как это было именно в их время. Далее идет дом, где будет рассказываться нам, наверное, об устройстве дома, как они были построены, обстановка, одежда, пища, распорядок дня, бани, дети, женщины, то есть тут также будет подниматься вопрос семейных отношений, как смотрели на женщин, какое место занимала женщина в обществе римском, также как воспитывали детей, тоже достаточно интересно, как воспитывали детей, это меняется с течением истории очень сильно, как мне кажется, какие-то погребальные обряды, ну и знаменитые цирки, как развлекались древние римляне, то есть это и гладиаторские бои, и цирки, и будет рассказываться об отношении к рабам и об отношении к отпущенникам. И это должно быть очень интересно, я во всяком случае многого от этой книги жду, и думаю, что это действительно будет неплохой научно-популярный труд, который обогатит мое представление о какой-то вот обычной жизни древнего римлянина. Далее идет очень знаменитая такая книга, которая называется «История Рима», автор Теодор Момзен, он получил за нее Нобелевскую премию, но это издание сокращенное, на самом деле это многотомник, огромная титаническая работа Теодора Момзена, который являлся немецким литератором, историком, философом и политиком. И он написал такой большой труд достаточно о истории древнего Рима. Я эту книгу уже прочитала, но могу сказать вам, что она, конечно, интересная, много я из нее подчеркнула, особенно мне понравилось, как рассказывалось о Ганнибале, Карфагене и об отношении Рима с Карфагеном, это было достаточно занятно. Могу отметить, что книга мне понравилась, она была интересная, просто достаточно написана и понятна, но очень много всего, очень много имен, и, конечно, когда сразу обо всем пытаются рассказать, это достаточно сложно запомнить. Не представляю себе, какой это огромный труд было вообще сократить это, потому что даже в сокращении это достаточно тяжеловато читать. Но мне книга понравилась, я осталась довольна, и некоторые знания из нее получила. Следом уже будет идти современная научно-популярная литература, вот эту книгу я не читала, но в большом предвкушении на самом деле нахожусь, это история древнего Рима Мэри Бирт. Мэри Бирт очень какая-то титулованная на самом деле исследовательница, судя по тому, что здесь написано на обратной стороне. Профессор истории древнего мира в Кембриджском университете, и также редактор раздела антиговедения в журнале Times получила большую известность благодаря этой своей работе, вообще благодаря своей какой-то исследовательской деятельности. И я, конечно, многого жду. Мне кажется, это будет очень интересно. Во-первых, серия эта мне очень нравится. Тут есть и карты, и какие-то сноски, и черно-белые фотографии различных исторических артефактов, которые могут расширить наш кругозор, расширить наше понимание происходящим. Я, конечно, очень многого жду от этой книги. Она должна быть очень увлекательной. Как раз все те знакомые лица, это и Цезарь, и Ганнибал, и Цицерон, и Клеопатра, Август, Нерон, Сенат. Это будет интересно. Но это уже будет написано, наверное, более современным языком, на основании данных, которые получены, может, недавно. Потому что со времен написания всех предыдущих книг, наверняка историческая наука обзавелась, может, какими-то дополнительными исследователями, дополнительными материалами, может быть, поменялись некоторые взгляды на вещи. И как современный исследователь будет смотреть на историю Древнего Рима, мне тоже очень интересно. Какие будут у него маркеры, за что он будет зацепляться. Будет за этим также интересно проследить. Поэтому эта книга, конечно же, у меня в планах. Я жду не дождусь, когда буду начинать свое знакомство с ней. Но пока еще не читала ее. Потому что она достаточно такая толстая. И, если честно, иногда толстые книги меня пугают. Мне кажется, когда сейчас я буду это читать? Но нужно, конечно, взяться. Взять себя в руки и начать знакомиться со своим фондом литературе об античности. Следом также идет книга Томаса Мартина. Это Древняя Греция. От доисторических времен до эпохи эллинизма. И это тоже история Древней Греции. Только вот новое, опять же, современное переложение. И это не отечественный автор. В отличие от Занимательной Греции Гаспарова. Это профессор классического отделения колледжа Святого Креста. Специалист по истории греко-римского мира. И доктор философии Гарвардского университета. У него достаточно много тоже работ про Древний Рим и Древнюю Грецию. Вот я приобрела себе именно такую. Мне очень нравится. Это такой современный научпоп. Мне нравится издание. Я тоже многого жду от этой книги. И тоже будет интересно прочитать и ее, и Занимательную Грецию Гаспарова. Посмотреть, какие акценты расставляют авторы. И что они выделяют. Это будет, конечно, очень-очень интересно. Опять же, тут могут появиться дополнительные какие-то исследования. Может быть, дополнительные трактовки, которые раньше Гаспаров не рассматривал. Но и все же, хоть это и то, и то научно-популярные книги, может быть, различие в написании именно связано с тем, что это зарубежные, например, писатели, а не отечественные. Может быть, по-другому сейчас смотрят на исследования истории Древней Греции. Ну, посмотрим. Во всяком случае, я многого жду. И надеюсь, что книга мне тоже понравится. И последние две книги, о которых я вам сегодня расскажу, это Альберто Анджело. И его «Один день в Древнем Риме» и «Империя» или «Путешествие по Римской империи вслед за монетой». Я и ту, и ту книгу уже читала. Они мне очень нравятся. Я, пожалуй, сниму суперобложку. Нужно, конечно же, отметить, что это шикарное издание. Просто великолепное. Еще табликовать она меньше не стала, поэтому, наверное, суперобложку можно было и не снимать. Альберто Анджело — это знаменитый итальянский палеонтолог. Как тут написано, также он археолог и автор различных бестселлеров, научно-популярных историй Древнего Рима. Вот как раз это одни из них. Первая книга рассказывает нам про один день в Древнем Риме. Нужно отметить, что и в той, и в той книге место действия — это Римская империя во времена правления Трояна. И как пишет нам сам автор, именно во времена правления Трояна территориальная империя была самой большой за все свое существование. У Альберто Анджело такой интересный способ нам рассказывать какую-то информацию. Мы как будто бы переносимся с вами во времени, как путешественники. И оказываемся на улице в Древнем Риме. Он говорит нам, описывает нам, что мы чувствуем, какие запахи, как падает свет, что мы видим вокруг, кто пробегает, как он одет, как мы одеты. Мы попадаем в дом, что мы там перед собой видим. Опять же, что нас окружает, какая атмосфера. Это очень-очень интересный такой способ писать научно-популярную литературу. Тут тоже рассказывается об обычных вещах, которые древнего римлянина окружали, с какими опасностями он мог столкнуться на улицах, потому что преступность там в темное время суток была очень-очень большая. В целом нам рассказывается и про жилища, и про какие-то культурные особенности, и про отношения людей друг с другом, про отношения людей разных классов в семье в рамках одного какого-то, может быть, класса. Я до сих пор помню вот эту атмосферу, которую создает Альберто Анджело. Как здорово он рассказывает нам о мастерских, о лавках. И действительно, как будто бы ты побывал на какой-то краткий момент в Древнем Риме, перенесся туда во времени. Это был такой незабываемый, наверное, читательский опыт, очень яркий и интересный. Ну, тут рассказывается о римском сенате, о римском императоре. И в целом это очень-очень увлекательная книга. Но если здесь, например, Альберто Анджело держит нас все-таки в рамках города, да, мы находимся внутри Рима непосредственно, то здесь уже во второй книге это путешествие по Римской империи. А она, как я и говорила вам ранее, очень большая, особенно во времена Трояна. И вот мы видим, как чеканят эту монету, что на ней изображено. И как люди покупают что-то или продают. Она постоянно попадает в руки разным представителям Римской империи. То есть это и граждане, и рабы, и военные, высокопоставленные какие-то, может, чиновники. Это было тоже очень-очень увлекательно. И вот мы через путешествие этой монеты видим культуру в разных регионах Римской империи. Как там был налажен быт. И это в целом достаточно увлекательно и интересно. Также тут, по-моему, была глава про самого Трояна, который мне тоже очень понравился, потому что он был таким императором достаточно простым и очень был любим своими соотечественниками. Но не только соотечественниками, наверное, а всеми представителями Римской империи. Но нужно отметить, конечно, что Альберто Анджело пишет очень научно-популярно, достаточно просто. Тут действительно может все понять любой читатель. Но почему это плохо? Это очень здорово, как мне кажется. Это книги такие не только узнать что-то, но еще и расслабиться, получить какой-то опыт интересный читательский. Как мне кажется, достаточно занятно. В целом, на этом, пожалуй, все, друзья мои. Видео, наверное, и так достаточно длинным получилось. Я надеюсь, что смогла вас заинтересовать хоть какой-то книгой из сегодняшнего списка. Если вы что-то из этого читали, обязательно пишите. Что вы можете мне еще посоветовать из научно-популярной литературы, посвященной Древней Греции или Древнему Риму? Мне будет очень-очень интересно. А мы с вами обязательно увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok